Президентский грант. 205 тысяч рублей получила ресурсная площадка «Доброволец Оскола». В этот волонтёрский штаб обращаются жители округа из групп Риска, если нужна доставка лекарств, продуктов или что-либо другое. В 2020-м за помощью к «Добровольцам Оскола» обратились более трёх тысяч человек. В пандемии 2020-й показал, как важно ценить не только врачей, борющихся за жизни, но и тех, кто в трудную минуту готов протянуть руку помощи. В Старом Осколе два года назад была создана ресурсная площадка развития волонтёрства «Доброволец Оскола». Ребята уже помогли тысячам нуждающихся. Добровольцы как раз-таки стали тем самым механизмом, наверное, ну я не скажу спасения, возможно, помощи. Именно то, что надо было нашим жителям Старого Оскола категории 65+. Наши добровольцы помогали в доставке продуктовых наборов, доставке лекарственных препаратов и многое другое. Там единоразовая помощь. За 2020-й год у нас отработано более трёх тысяч заявок. Пандемия помогла выявить слабые места в работе волонтёрской площадки. Было очень тяжело выстроить работу штаба, потому что с этим ещё до этого не сталкивались. То есть, как это сделать, обучая волонтёров дистанционно, как это сделать, собрать волонтёров дистанционно. Были определённые проблемы даже в работе штаба, потому что даже мы не могли приходить на работу. У нас волонтёры были не особо тоже готовы к данной ситуации. То есть, нужна именно образовательная программа к тому, чтобы обучить их, как это делать, что делать конкретно в данной ситуации. Руководители штаба разработали специальную программу для обучения волонтёров. На курсах добровольцы смогут получить необходимые знания и навыки для грамотного оказания помощи. Реализовать идею стало возможно благодаря средствам президентского гранта. В рамках реализации гранта у нас будет тесное сотрудничество с нашим отделением Староскольским, с Российского корпуса спасателей на базе СовМГРИ. Они проводят свою деятельность. Они будут обучать наших волонтёров работы в чрезвычайных ситуациях и так далее. То есть, да, это тоже входит в грант. Это будет именно образовательный такой блок крупный. Там у нас идёт как раз-таки в гранте закупка оборудования, носилки, рации и так далее. В образовательном комплексе будут занятия с психологом, который научит волонтёров работать в кризисной ситуации. И курс оказания первой медицинской помощи. Часть средств направят на укрепление материальной базы волонтёрского штаба, чтобы иметь возможность быстрее, больше и качественнее отрабатывать заявки. Сегодня в штабе около 80 волонтёров. В планах увеличить численность до 300. В Центре молодежных инициатив ждут всех желающих вступить в ряды добровольцев. Проект стартует 1 марта.